Ну, я думаю, что до этого дела не дойдет. Я думаю, что сейчас американцы уже серьезно закрутят гайки по нефтесервисным компаниям, что они не смогут там работать через какие-нибудь прибалтийские компании и тому подобное, что они сейчас пытаются делать. Хотя деятельность свою здесь сворачивают. Им спешить некуда, потому что каждый прошедший месяц или, скажем, каждый новый обстрел чего-то, который заснят на все видеокамеры возможные и тому подобное, он только повышает стоимость выхода страны из этой ситуации. Да все. Сейчас Запад находится в ситуации, когда они просто тупо сидят и ждут. Ну, какую еще они глупое сделают? Ну, ой, это сделали. Ну, не идиоты. Ну, хорошо, цинчик поднялся. Ну, это же старая система британская, британская дипломатия. Дурака надо напугать и все ошибки он сделает сам. Ну, поэтому эмбарго, я думаю, они подождут с введением эмбарго, потому что они посмотрят, как быстро будет сокращаться добыча у нас по естественным причинам. А если же, ну, Путин не остановится, на это пока что нет никаких намеков, то мы можем попасть в систему, которая существовала и с Ираном, и с Ираком, нить в обмен на продовольствие. Что как раз приводит к такому сценарию, что и рубль сто пятьдесят, и нефть сто пятьдесят. Поэтому в данной ситуации возможно, на самом деле, все. Но Запад, на мой взгляд, ведет себя очень осторожно и очень грамотно, потому что, скажем так, единственное, на мой взгляд, что его сдерживает, чтобы просто не растереть экономику и, в общем-то, все войска российские в Украине в порошок, это наличие красной кнопки. И пока они, насколько я понимаю, еще не в состоянии контролировать тот факт, что если вдруг кому-то в больную голову придет идея ее нажать, она просто не сработает, скажем так. Второе, что их, конечно, останавливает, это возможность возникновения хаоса на территории страны. Потому что в условиях хаоса, поскольку у нас все покупается и продается, не исключен тот факт, что может произойти исчезновение некоторых боезарядов, причем группировками, которые не контролируются спецслужбами, либо контролируются не теми спецслужбами. Вот и все. А им это совершенно не нужно, как они строили, как они говорят, свой новый мировой порядок, как нам говорят. И тут этот новый мировой порядок вдруг будет разрушен в один момент, там, я не знаю, Лондон будет не то, чтобы стереслиться о земли, но ставить необитаемым лет на 50. Это никому не нужно. Поэтому, по-моему, это единственное, что их останавливает от каких-либо более, скажем так, существенных действий. Потом еще раз, время работает на них. Исключительно на них. Потому что Путин роет яму глубже, 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 и цена вопроса, даже его жизни, она становится все выше и выше. Если, скажем, 4-5, может быть, 6 месяцев назад возможно было решить вопрос более-менее полюбовно, ну как, уходишь с Донбасса, ну ладно, Крым мы не признаем, но чморить тебя за это особо не будем. Ну, оставим, типа, все это в состоянии замороженного, якобы, конфликта, как это произошло с Осетией, например. Ну, ведь за Осетию нам же ничего не было особенного. Вот там что-то покричали, покричали, осудили. Ну и все. Ну, в последнем месте он решил, что он пуп земли и царь горы пошел дальше. Теперь уже вопрос стоит совершенно четко, что нет-нет, санкции будут сняты и какие-либо отношения нормализированы только после возврата Крыма. С Донбасса теперь уже недостаточно уйти. Нужно еще вернуть Крым. Плюс придется еще поплатить репарации, потому что три судебных процесса по трем искам Украины о репарациях. Значит, это уже вопрос решен. Потому что сами украинцы не подавали эти иски, потому что в момент подачи исков суд должен определиться, была агрессия, была аннексия или нет. Значит, как только уже было принято решение, что да, аннексия была, агрессия была, была дана отмашка, эти иски пошли в суды. Далее, что сейчас они будут делать, на мой взгляд, вот после второго Боинга или, скажем так, после Мариуполя, да, потому что, ну, обезьянам в руки гранаты давать нельзя. Понимаете, это плохо закончится. Вот оно и заканчивается так. Что сейчас будет? Сейчас будет ускорен процесс признания ДНР и ЛНР террористическими группировками. Значит, по существующему международному праву и существующим, скажем так, порядкам, любое сотрудничество с террористическими и поддержка террористических группировок приводит к очень неприятным последствиям. Как для страны, так и для организации и лиц, которые этим занимаются. То есть, все подводится под, понимаете, вот кольцо сжимается, сжимается. Если, скажем, раньше-то было полукольцо, да, еще была возможность выхода и сохранения лица, и сохранения власти, и жизни, и тому подобное, то сейчас уже больше нет. И кроме него этого никто не сделал, понимаете. Это не какой-то там мерзкий Запад еще. Запад сделал простую вещь. Он дурака напугал, он сделал все ошибки сам. Но за эти ошибки будем платить мы, разумеется.